Вся эта наша автомобильная масштабная история выросла из моделей железных дорог. Ну, в общем, оно и понятно, конечно. Паровозы появились в начале девятнадцатого столетия, внимания привлекали к себе много, были символом прогресса и, несомненно, завораживали детей. Техническая мощь и удивительные конструкции с огромными колёсами и клубами пара поражали воображение. И, конечно же, вскоре появились игрушечные паровозы разных размеров и разной степени сложности — от технических шедевров до выструганных из полена примитивных изделий. К началу века двадцатого технологии, культура производства и интерес широкой публики пришли к более-менее сбалансированному состоянию, и миниатюрные железные дороги обрели свои первые стандарты. Дети состоятельных родителей строили свои железные дороги во дворах, а тем, кто попроще и паровозики продавали поменьше. Да и в городских квартирах, конечно, было проще соорудить компактную железную дорогу на столе. Вообще история игрушечных железных дорог — тема необъятная, ими увлекались издаванно и книг написано немало, и собиратели серьёзные в этой теме есть. Но благодаря огромному и сложному зоопарку с масштабами работы для исследователей до сих пор немало. Наш-то сорок третий масштаб вырос из нулевого железнодорожного, который обрёл силу в начале двадцатого века. Хотя точный масштаб всё равно колебался от сорока трёх с половиной до сорока восьми. Ну, примерно. Потому как разные производители и трактовали цифры по-своему, и страны разные были, и ошибались они порой системно, а может и целенаправленно. Ну, а в восемьдесят седьмой — это половина нуля. Забавно, что даже в обозначении этого масштаба, что он набрал популярность около ста лет тому назад, в двадцатых годах двадцатого века — нет единства. Англичане и американцы называют его H.O. и даже пишут буквами так же. А для немцев он ханул, и пишут они ноль цифрой. В отчизне же вообще единства нет — это и H0, и H0, и по старинке 16 мм. Но если при этом массовое промышленное производство моделей автомобилей в масштабе один к сорока трём в СССР худо-бедно освоили в семидесятых, то с железными дорогами не задалось. Видимо, технологически сложно было лить такую мелочёвку. Спасал ГДР со своим пиквом. Так в отчизне появились железные дороги — те самые на девять и на шестнадцать мм, а вместе с ними и миниатюрные ГДРовские машинки соответствующих масштабов. Так что те счастливчики, которым родители купили железную дорогу, рано или поздно получали и что-нибудь из сопутствующей мелочёвки — например, машинки. Были они, правда, в основном моделями автомобилей родом из ГДР, Венгрии или Чехословакии, и конечно же проигрывали моделям в масштабе один к сорока трём в глазах советских пионеров — ведь в Саратове делали отечественные легковушки. Но все те ГДРовские машинки были лишь крохи из огромного мира подобной техники, которую делали самые разные производители в самых разных масштабах и в самых разных странах. Да и делают до сих пор, как заслуженная и уважаемая в модельном мире немецкая компания Херпа. И во всём этом огромном разнообразии, конечно же, встречаются модели советских автомобилей, как этот Москвич 408 в масштабе 1 в 87. Модели эти ввиду своего малого размера сложно разглядеть невооружённым глазом, поэтому многие недостатки и недочёты сглаживаются. Но вооружившись современной фототехникой и растянув эту машинку длиной меньше пяти сантиметров на огромный экран монитора, а то и телевизора, можно увидеть, что форма кузова здесь далека от идеала. Формы оконных проёмов не очень похожи на реальные, но при этом можно разглядеть и задние фонари, изготовленные отдельными деталями или неплохие колёса. Да и облицовка радиатора с фарами неплохо получилось, а самые глазастые могут удивиться надписи «Москвич» на крышке багажника этого миниатюрного автомобиля. Выходил «Москвич» от Херпы в этом светлом оттенке, в красном, в горчичном и в зелёном цветах. Тёмно-красный, наверное, самый характерный для 408-й модели цвет, благодаря фильму «Бриллиантовая рука». Да и детали на тёмных цветах выглядят лучше, чем на этом светлом, который лишь подчёркивает недостатки. Но в качестве сувенира эта машинка безусловно хороша в любом окрасе. Да и недостатки эти не каждый невооружённый глаз осилит разглядеть, очень уж маленькая машинка. Вообще, у этих моделей есть, конечно, масса преимуществ. Даже Икарус гармошка в этом масштабе занимает совсем немного места на полке, не говоря уж об этих легковушках. Да и цены на них невелики по масштабам модельного мира. Официальная цена этого «Москвича» на сайте производителя сейчас — 15 евро, что для фирменной модельки вполне приемлемо — примерно половина от средней цены массовых моделей в 43-м. Справедливо, в общем-то. Есть, конечно, модели и дороже, но машинок в диапазоне от 10 до 20 евро — великое множество. Правда, с советскими, конечно, некоторая напряжёнка. Конечно, автобусы или грузовики в этом масштабе выглядят и точнее порой, и деталей там больше проработанных можно разглядеть, но и легковушки эти обладают определённым обаянием. Причём эти семечки железнодорожники берут обычно на сдачу. Цены на локомотивы и вагончики у них очень суровые, и машинки на этом фоне выглядят действительно приятным и недорогим сувениром. Да и для коллекционеров 43-го масштаба это тоже забавный сувенир зачастую, который можно выдрузить на багажник такой же модели в масштабе 1 к 43-м, а то и собрать целую линейку машинок от 18-го до 120-го масштабов, выстроив их все рядком. Есть, конечно, и системные коллекционеры подобной техники в 87-м масштабе, благо ассортимент огромный, а цены зачастую невелики — 10-12 евро за машинку позволяют интенсивно пополнять коллекцию неплохими изделиями, а благодаря размерчику место на полках заканчивается не так быстро. Есть безусловно и раритеты, и масштабные шедевры в этом размере, да и смоляных дел мастера давно уж подтянулись на эту поляну, а масштабные гранды регулярно выпускают новинки. Но это совсем отдельная история. Причём многогранная и порой довольно забавная, особенно когда подтягиваются строители макетов и железнодорожники. Пишите в комментариях, не собираете ли вы часом машинки в этом масштабе и не стоят ли у вас на полке советские автомобили производства немецкой Херпа, например. Как вам этот москвич 408 при увеличении, и приемлемы ли такие искажения формы в масштабе 1 к 87? А если собираете 87-й масштаб, то пишите, конечно, о своей коллекции, что там, как, почём и в каких количествах. Ну а раз уж досмотрели ролик до конца, то честь вам и хвала. Если остались силы, можете поддержать канал лайками или дизлайком, а то и поискать кнопку для спонсоров. Она как раз где-то рядом с кнопкой для тех, кто ещё не подписался на канал по неуважительной причине. Но что бы вы там не прожали в этот раз, спасибо, что были здесь и сейчас. Листайте дальше, если есть время и желание. На этом канале моделей в масштабе 1 к 87 пока может и не найдёте больше, но москвичи здесь точно имеются в ассортименте. Субтитры сделал DimaTorzok